Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 611 серию. Так, Дорис, что ты стоишь как неродная? Я дала ей задание, чтобы она к горшку не приучала, потому что Изабелла уже умеет ходить на горшок, но чтобы она помогла сходить Изабелле на горшок, но по-моему ей, не знаю, она что-то задумалась не до этого. Тогда давайте дам ей задание, чтобы она у нас постирала. Давайте проверим карманы и загрузим стиральную машинку. Я вот купила нашим Симам наконец-то стиралку и сушилку и будем надеяться, что вот эти вот корзины будут чаще у нас пустые, потому что повсюду дома вонючая старая грязная одежда, вот везде она валяется. Так что нужно это все дело стирать. Выглядит не очень эстетично и помимо этого еще у Симов плохие мудлеты от того, что повсюду вонь. Повсюду вонь. У нас было корыто, которое у нас попросил Рэй купить. Вот мы ему купили корыто, а он не стирает. Вместо того, чтобы стирать в корыте, он сидит тут в компьютерные игры, играет. Я его, ребята, записала на турнир для новичков. Так, 102 симолеона. Это, скорее всего, Дори что-то нашла в карманах. Нам тут, ребят, про Давида. В начале серии, когда я зашла в игру, написали, что у Ирис хотят что-то купить, но у меня не нажимается, к сожалению. Короче, не продаются эти картины. Не знаю, какой-то глюк. Так что пока я их не буду продавать. Пусть лежат в багаже. Он записался на турнир для новичков по Симсу. Посмотрим, что из этого выйдет. Сможет ли он заработать или так просто проиграет весь день. Видите, жена тут ходит, собирает всю грязную одежду, стирает. Сейчас еще посудомойку пойдет загружать. Короче, у нее дел полно, а муж сидит, играется. И мы ему по этому поводу потом пойдем и все выскажем. Потому что нефиг играться. Дорис занята важными делами по дому, а он дурака валяет. Кстати, я не знаю, откуда у него эта одежда. Но мне она очень нравится. Прикольно так выглядит. Классно он оделся. И кольца, и наушники в ушах. Хотя, я посмотрела, у него в багаже наушников нет. Может, это из-за работы? Может, так технические специалисты одеваются? Я, честно говоря, не знаю. У него, кстати, три дня еще выходных. Поэтому он скажет жене, что имеет полное право сидеть и играть в Симсы. Потому что у него выходные. Вот. Но помогать же тоже нужно. В общем... О, а она сама хочет выпра... А нет, убрать и помыть. А я думала, что она, как, знаете, истинный кровный стекилинбург, решила себе налить. Но она решила вылить. Так, где наша лисичка? У нас теперь есть лисичка Нейсана. Вот спит. Здесь такое классное место. Я до сих пор в восторге. Не могу привыкнуть, что у нас такое миленькое место для нашей собачки. Вот. Она у нас спит теперь под лестницей. И, знаете, и не мешает эта штука, и не видно даже, да? А вот так заглянешь, и там... Да, она у нас очень шумная и любит выть. А там у нас место, чтобы собачка спала и чтобы кушала. Она пошла на что-то реагировать. Слушай, сейчас ребенка разбудишь. Да, у нас тут ребенок спит. Выходи. Вот. Не буди детей. Она пошла к Чучундрику. Смотрите, она может реагировать на Чучундрика. Но вы сейчас с Чучундриком как тут разводитесь. К Савьер вам даст. Выходи. Выходи, Изабеллу разбудишь. Так что... Пельмеша пришел. Слушай, Ниса, познакомься с пельмешей. Потому что... Полай на него. Потому что он здесь жил до тебя. Это наша собака. Так, сегодня Вики пришла. Пошла сразу горшки проверять. Слушайте, давайте Ниса пусть познакомится с пельменем. Прикольно. Пусть общаются. Пельмень расскажет ей, как здесь было раньше. Вот. Хотя он тут уже, наверное, ничего не узнает. Потому что был ремонт. И пельмень тут сам сейчас может заблудиться. Ай, пришел Дуглас. Ребята, это просто круто. Это невероятно классно. Потому что сегодня 200 серий ровно с момента, как умер Дуглас. Дуглас умер в 411 серии. А сегодня 611. Он прям в тему пришел. Давайте. Я хочу Ролана разбудить. Ролан у нас стал теперь не просто писателем. Он теперь признанный писатель. По его романам уже книги пишут. Давайте поговорим о писательстве. В общем, Нейтан у нас любит своего, конечно же, отца. Можно выйти, им тут сесть поболтать. Вот. И может рассказать о том, каких успехов он добился. Так. С Дугласом соберем компанию. Кстати, было бы прикольно, если бы Вики с Дугласом тоже как-нибудь пообщались. Может быть, у них сохранились еще романтические отношения после смерти. Вот. И к Савьеру. Знаете, надо бы тоже дать задание к Савьеру. Чтобы он пообщался с Дугласом. Я, конечно, Ксавьера не вижу вообще писателем. Но я уверена, что у Ксавьера или сын, или внук станут писателями. Мне так кажется. Потому что очень давно уже у нас идет эта писательская ветка. Еще начиная с телесты. Ой, а что тут? Ну, тут что, крыши нет, что ли? Слушайте, здесь крыши нет. Я думала, что на балкончике крыша. Ну, ладно. Ну, этот Бриндлктен Бэй. Тут всегда идут дожди. Что ж поделать? Ну, плохого мудлето у него нет. Будем считать, что дождь еле-еле идет. Слабенький. Вот. Пусть поговорят как раз про дождь. Сегодня мне тут в комментариях предлагали устроить такие небольшие поминки Бугласу. Потому что 200 серий с тех пор, как он умер. И он вообще очень в тему к нам сегодня пришел. Я думаю, что мы можем пригласить самых близких родственников сегодня днем. Там испечь хлеб мертвых. Просто как-то вспомнить о нем. Потому что жалко этого Сима. Он меньше всех из стык-киленбургов у нас прожил. Потому что единственный, кто не дожил до старости. Он умер во взрослом возрасте. Ну, слава богу, хоть не в молодом. Его дети только стали подростками. Так что это было, конечно же, очень рано. Вот. И не хватает его. Особенно не хватает, я думаю, Нейтану. Потому что Нейтан прям вот по стопам отца пошел полностью. Так, давайте мы еще Ксавьера все-таки разбудим. Где он там? А он уже сам проснулся. И пусть, ну, тоже немножечко пообщается со своим прадедушкой. Ой, подождите, каким прадедушкой? Дедушка, это же его дедушка. Да, с дедушкой пусть пообщается. Дедушка вообще какой-то ошалевший. Говорит, что вы ко мне пристали? Какие нафиг поминки? Я помер давно, не трогайте меня. Что вы придолбались? Не хочу я ни с кем общаться. Не, он как обкуренный. Ой, кошмар. Да, я, в общем, уверена, что когда-нибудь у Ксавьера тоже потомок станет великим писателем. Сам Ксавьер, конечно, писателем вообще не станет. Он у нас максимум может какие-нибудь истории сочинить. Небылицы о том, почему он опоздал на урок истории. Книги, конечно же, это не его. Пусть посплетничает с дедушкой, чувства и зальет. Расскажи о проблемах с Патрицией, чтобы Дугласу вообще еще больше у него, чтобы глаза закатились. Так, Вики идет разузнавать, как тут дела, да? Где это мой Дуглас? Что это вы тут? Кстати, Вики любила Ксавьера. И именно Вики настояла на то, чтобы родился Ксавьер. Вы же помните, что Нейтан и Грета, они у нас оба против детей. И они вообще детей заводить не хотели. А Вики бабушка им говорила, что же это так без ребеночка вы. В общем, я хочу внучка. Она хотела внучка и говорила, что она будет его нянчить. Но самое главное, что когда родился внучок, она взяла и умерла. Когда он был тоддлером, то есть она совсем немножечко помогала с Ксавьером. Так, все, Ксавьер, можешь идти отсюда, от тебя отстали. Тут бабушка с дедушкой вспоминают молодость. Так, где наш тут, не знаю, как его назвать. Короче, чемпион по турнирам. Он там у нас в турнире участие принимал. У нас проснулась Изабелла. Она спала, по-моему. Она всполошилась из-за привидения. И она хочет покушать. Так, а куда Дорис идет? Дорис идет посмотреть. А, идет смотреть и говорит, нет, здесь привидения. Никаких привидений не бывает. И вообще сейчас дядя Ксавьер будет тоже здесь спать. И ты бояться не будешь. Но сначала давайте мы ее покормим. Вот я здесь стульчик поставила. Он здесь вообще не вписывается, этот стул. Но Изабелла уже скоро станет ребенком, школьницей. Ну, как скоро? Ну, в общем, как станет, так мы его и уберем. Потому что он действительно сюда не вписывается. Но пусть пока стоит. Потому что другого места я для него не нашла. Так, Ксавьер у нас спать пошел. Нейтану тоже можно вздремнуть после. Или можно с Ирис поругаться. Вот, Ирис, например, может что-нибудь буркнуть. Такой, ой, как хорошо, что Грета свалила. Почаще бы она к сестре ездила, да? А Нейтан скажет ей, что ты постоянно мою жену пилишь? Что вы постоянно не можете что-то поделить? Вот, и накричит на нее. Потому что с Ирис все ругаются. Вот, Ирис просто буркнула, что говорит, как хорошо, когда Греты нет. А Грета у нас, напоминаю, поехала... Да, скажет, ты еще деньги не отдала за школу. Я школу, которую... Э, так, романтики здесь не надо, пожалуйста. Но Нейтан не рад. Давайте мы Нейтана дальше спать уложим. Роланд проснулся. Роланд, кстати, тоже может успеть пообщаться с папой. А папа у нас пошел чинить что-то. Давайте тоже Роланд скажет пару фраз. Роланд у нас тоже многое взял от отца. Он в какой-то степени тоже писатель. Но пишет он в основном статьи для журналов. То есть он журналист. И, кстати, неплохой журналист. Он художественный критик. То есть он любил у нас рисовать. И по этому поводу как-то он сам художником не стал. Но он очень много пишет на тему изобразительного искусства. Поэтому, то есть как бы творчески очень получился Сим. И я думаю, что вот с отцом тоже ему стоит пообщаться. Спросить про любимого писателя. А любимый писатель у Дугласа это, конечно же, Селеста. Я думаю, его бабушка. Его бабушка Селеста. У нас такая вот писательская веточка Селесты здесь. И этот дом останется домом Селесты. Вот. И я думаю, что вот это дело писательское будут у нас продолжать потомки Ксавьера все-таки. Потомки Ролана займутся чем-нибудь другим. Так вот. Смотрите. Ролан в обществе мамы и папы. Тоже рад, наверное. Но у него же есть... Да, смотрите. У него хорошие отношения и с мамой, и с папой. Он же знает, что это их родители. Вот. Хоть с Дугласом он при жизни общался мало. Где они, эти призраки? А, вот они. Вот. Смотрите. И с Дугласом у него хорошие, и с Викки. И с каким-то Тэцу. Тоже неплохие отношения. Вот. Так. Изабелла. Изабелла уже покушала. Все, покушала. Можно ее отправлять спать. Кстати, пельмень сегодня пришел. Видите? Сегодня у нас много призраков. Хотя у нас много, конечно же, и могил. Поэтому призраков много приходит. Так. Что я вообще хотела сделать? Я хотела устроить поминки Дугласа. Но вообще теперь не знаю, нужно ли это делать. Потому что мы так с ним немножечко пообщались. Вот. Мне еще говорили, что неплохо бы устроить такой день. А что они пошли тут? Может, они в ухуха? Ирис решила... А, Ирис решила в кои-то веки что-то по дому сделать. Вот. Понравился день, когда мы выполняли желание Симов. Можно тоже попробовать. Вот смотрите. Хочет рассмешить Ирис Роллана. Давайте мы расскажем анекдот. Какой-нибудь смешной. Подарок давайте лучше смешной вручим. Интересно, что она ему подарит. Вот. К чучундрику пошла. Что-то подобрела она сегодня. Давайте мы все-таки, правда, поменем Дугласа. Хлеб мертвых испекем. Или как он там называется. И пригласим только самых близких. По линии Андреа. Потому что... Линия Андреа. А Роллан обрадовался или нет? Засмущался... Расплакался. Немножко засмущался. Так. Они хотят деньги заработать. Но она не рассмешила, походу, Роллана. Да. Ей не удалось рассмешить. Поэтому не засчиталась. Не засчитана. Кто будет печь хлеб мертвых? Я думаю, что точно не Ирис. Потому что с ее характером фиг она вам что испечет. Давайте мы попробуем, во-первых, выбросить испорченную еду. Может быть, Роллан? Давайте Роллан с Нейтаном вдвоем. Братья, кстати, могут и пообщаться. Да, они же... Они же братья. У нас все-таки двойняшки. Нужно им времени больше проводить. Вот могут вместе испечь. И пригласить родственников всех, которые у нас есть. Но именно вот по ветке Андреа. То есть, как бы, потому что ветка Андреа, она все-таки ближе, чем ветка Шарлотты. Вот пусть немножечко пообщаются братья наши. Вот все-таки ветка Андреа к нам поближе. И Роллан и Нейтан родились в том доме. Фиби сама застала Дугласа в живых. Она его видела. Кстати, единственные, кто остались в живых, кто видели Ролана, ой, Ролана Дугласа, это Ролан и Нейтан. И также Фиби из Секелинбургов. Все остальные, по-моему, не видели. Так, хлеб мертвых должен быть где-то здесь. Наверное, он не в выпечке. Наверное, он в обычной готовке. Или может... Да, есть. Смотрите, вот хлеб мертвых. Давайте на размер вечеринки приготовим. Нейтан тогда будет готовить, а Ролан будет сидеть, выпивать и общаться с братом. Так, а ты с глаз моих уйди. Не расстраивай меня. Дай братьям пообщаться, потому что сейчас пойдешь сразу им портить настроение. Будешь ворчать, ругаться за что-нибудь. Она всегда найдет причину. У нас еще в живых видела Дугласа Санай. Наверное, я не уверена в этом, потому что Санай появилась в 399 серии. А Дуглас умер в 411-й. Но Санай у нас не жила. Она была дворецким. Так что я не уверена, пересекались ли они. Но вот во времена, когда был живой Дуглас, Санай уже была. Ой, Ксавьер вышел папе помогать. Это отлично. В общем, у нас тут сегодня такая мальчишеская пати. Они у нас готовят, в общем, готовятся... Или он только себе готовит. Готовятся, в общем, они к поминкам. И тогда пригласим мы семейку Андрея. И вспомним Дугласа. Ну вот, да. Но Санай я приглашать не хочу. Даже если она его видела. Может быть, даже она с ним и общалась немножко. Но, как бы, она ничего о нем не может сказать. А если и может, то какую-то гадость ляпнет. Поэтому лучше не надо. Так, 4 порции даже бутербродов приготовил у нас Ксавьер. Это просто отлично. Отец может его похвалить за это. Да, скажет, молодец, спасибо, сынок, помог мне. Душевный личный разговор. Давайте с ним поговорим. Вот, а Ролан будет обзванивать наших родственников. Родственников скажет, что мы уже всего напекли и готовы вас пригласить. Так, где у нас тут действие? Запланировать общественное мероприятие. Я не буду устраивать черно-белую вечеринку. Потому что, если бы была черная вечеринка, я бы устроила. И тут Рэй в трусах вышел радостный. Вот, если бы была черная вечеринка, я бы устроила. А так они в белом поприходят. Как-то не совсем для поминок. Просто домашнюю вечеринку. Не хочу, чтобы они как-то там выряжались у меня тоже на это дело. Вот. И приглашу всех из линии Андреа. Так, смотрите, у меня получилось два организатора. Это сыновья Дугласа, Нейтан и Ролан. И 11 гостей я насчитала. Надеюсь, никого не забыла. Можно было, конечно, пригласить еще и... Так, сейчас бы не перепутать. Все, остаемся в доме Ролана и Нейтана. Вот. Можно было бы, конечно, пригласить там Бернарда и Вугензи. Но все-таки эти симы немножко так далеки от Дугласа. И, ну, не знаю. Давайте... Я хочу очень таким семейным прям кругом собраться, чтобы было очень мало симов. Потому что такое событие... Это не день рождения и не свадьба, когда все пляшут. И когда хорошо, когда шумно, много гостей. Вот. Тихонечко просто посидим. А вот. А Кристофер уже тихонечко сидит. Говорит, что же это вы стыкеренбурги и не наливаете. Только печетит все тут поесть. Я вот напиточек сразу готовлю. Так. Савьер тут на стол накрывает. Ванесса у нас пришла красивая. Я показывала в прошлой серии, что у Ванессы теперь наряды новые. Так, Рей, слушай. Это самое... Давай это подальше здесь. Веди себя прилично. Тебе еще Дорис выскажет за твои игры. Вот. У нас, наверное, ведро включено. Я не пойму, что они все какие-то... Да, выключим ведро. Потому что это не дело, конечно. Я его... Да, все. Наконец-то они перестали быть кокетливыми. Все. Иди общайся с мужем. Вот. И давайте всех пригласим. Вот. Поесть хлеб мертвых. Позвать, покушать. В общем, присоединиться. Наверное, на всех не хватит. Ну, давайте позовем хотя бы родственников. Грету забыла. Блин, ребят, я Грету забыла пригласить. Все, уже не хватает кому-то. Ну, ладно. Грету у нас Нейтан может позвать. Он типа ей позвонит и... И пригласит. Вот. Потому что Грета... Ну, Грета, наверное, видела. Так, как ее пригласить. Вот, вызвать Сима. Я не уверена, видела ли Грета Дугласа. Но, насколько я помню, они с детства общались. То есть, возможно, Грета приходила в гости. Общаться с Роланом и Нейтаном. Они же в детстве дружили. И, может быть, видела Дугласа. Ну, может быть, и нет. Но, в любом случае, она, конечно, о нем наслышана. Мы ей заодно ключи от дома дадим. Чтобы были. Так, и... Ну, Мелоди маленькая. Кстати, подружка где твоя? А подружка еще спит. Вот. Подружки заодно могут пообщаться. Вот. Окружить любовью. Пусть идут, играются. Вместе дружат. Чарльз пришел тоже у нас. Красивый, симпатичный. Надо мне Мигеля переодеть. Вот в следующий раз, когда буду играть в Симеи, Игорь Андрея, то уже Мигеля покажу вам переодетого. Потому что у него тоже там много образов. Надо еще и свадьбу устроить для Фиби. А сколько же у нас Нейтан денег получил? Наверное, тысяч пять. Мне кажется, было тридцать пять или тридцать шесть. Так, Изабелла хочет развлечений. Ну, вот развлекайся с подружкой. У вас есть тут игрушечки? Они могут посидеть, поболтать на диванчике. Почему опять грязная одежда? Я же купила стиральную машинку, и все равно одежда грязная. Вот не знаю. Даже так, найми мастера. Давайте заменим. Не, заменять не буду. Не буду заменять. Шестьсот это много. Мы все-таки копим. Нам нужно отдать кредит. Кредит у нас, напоминаю, 55 тысяч. И надо его отдать поскорее. Ксавьер, кстати, дружит с Мигелем. Вот, они сблизились в последнее время. У них хорошие отношения. Они вместе на Бату не раз летали. Вот, и я этому очень рада. Но вот у Мигеля с одним братом хорошее отношение. С Ксавьером. С пятиюродным. А вот с двоюродным, с Чарльзом, вообще никакие. Враждуют очень сильно. Будем надеяться, что чуть постарше, когда станет Чарльз, они помирятся с Мигелем. Я думаю, что они в глубине души все равно любят друг друга. Но очень сильно уж Чарльз сам виноват. Он сам, знаете, вот закладывает его. Постоянно ябедничает. Конечно же, он раздражает Мигеля. Вот, и поэтому, в общем, пока отношения у них не очень хорошо складываются. Вот, но зато малышки дружат прекрасно, да, обнимаются, играются. Иди Чучундрик покажи. Иди покажи ей Чучундрика. Давай, вот, поговорите про животных. Потому что Мелоди, наверное, Чучундрика нашего не видела. Как бы, вот жалко, что нет действия показать Чучундрика. Но мы можем ее позвать сюда, может быть, поиграть. Так, у нас даже ящика с игрушками нет. Боже мой, у ребенка в комнате нет даже ящика с игрушками. Давайте купим ей какой-то ящик. Я просто... Или кукольный домик. Кукольный домик, может быть, купить. Но я тоже не помню, могут ли Тоддлеры играть в кукольный домик. Попробуем заодно. Но, как бы, по логике должны. Но вы же знаете, что покупая кукольный домик, кто-то домик будет ломать. Я даже знаю, кто. Это будет Ксавьера, потому что у него черта характера холерик. И он будет ломать эти домики. У нас места нет, домик очень большой. Чучундрика подвигать не хочется. А домик тоже как-то хочется. Ну, ладно, давайте мы... Чучундрика тоже не помещается. Чучундрик потом, может быть, на Move Objects on. Хотя мы Чучундрика можем... Ладно, я как-нибудь на стриме или между серией... Все-таки наведу здесь порядок. Хотела на каком-то из стримов... Вот, они могут в куклы вдвоем поиграть. Все, пусть идут с Мелоди играть. На каком-то из стримов мне нужно просто освежить немножко эти комнаты. Они-то, в принципе, нормальные. Так, мы сегодня... Ну, иди все-таки лучше на работу. Иди, потому что, может быть, получите повышение. Все, братья у нас идут на работу. Отца помянули. И все-таки пусть лучше идут, зарабатывают деньги. А даже еще лучше повышение себе. Потому что это действительно полезно. Мы очень редко играем этой семьей. Тут у нас уже возможен девятый уровень карьеры у Ролана. Это круто. И девятый уровень карьеры... Ну, как бы у Нейтана тоже не скоро, но может быть. То есть, до конца жизни они могут девятый уровень получить. И это неплохо. Так, Изабелла, иди давай, играй, присоединяйся. Играй вместе с Мелоди в куклы. Так что, я бы тут просто мебель, может быть, другую бы купила. Или поменяла ее местами, перекрасила. Сами комнаты я менять не хочу. Они так и останутся, такого же размера. И с таким же назначением. Детский кабинет. Просто немножко их освежить. Вот теперь из-за этой стиральной машинки все вокруг грязное. И, конечно же, это не очень хорошо. Иди, иди стирай. Теперь придется целыми днями стирать. Вот, Фиби у нас замуж, скоро выйдет, радуется. Она, наверное, вся в своих мыслях. Ей вообще не до кого. Спит и видит себя уже в белом платье. Тоже она ошалевшая немножко. А что ж такое? Ты-то чего? Или тоже от того, что думаешь о свадьбе. Фиби, кстати, видела Дугласа в живых. Она была ребенком. Она была школьницей. То есть, не тоддлером, старше тоддлера она была. Она уже ходила там в первый или во второй класс. А когда он умер, это на даче произошло. Играй в куклы с Мелоди. Чего вы не играете? Так что вот Фиби застала Дугласа. И это вот единственные из Теккеленбурга, которые его видели. Вот, остальные не застали. Но Грета, ну Грета не из Теккеленбурга. И Санай, возможно, видела. Ирис, мне кажется, не видела, потому что... Нет, Ирис не видела его, потому что она появилась, когда Ролан уже был молодым. Вот, а Дуглас умер, когда тот был подростком. Ну все, ребят, тогда у них уже поминка превращается в танцы. Я выключу музыку. Буду на этом заканчивать серию. Немножко посидели, они пообщались. Не знаю, напишите, кем играть в следующий раз. Потому что хочется и всеми, а кем конкретно, не знаю. И свадьбу нужно Фиби провести. И вот мне предлагали, что это? Ролан устраивает собрание. Так, отношение к букве Ё. Буква Ё не нужна, буква Ё нужна. Вообще, очень важный вопрос. Мне вообще пофиг, если честно. Ну, наверное, нужна буква Ё. Особенно для маленьких детей. И непонятно. У меня дочка, вот до сих пор, ну, ей сложно читать книги. Там, где вместо Ё, Ё написано. То есть, она читает, ну, вот, как бы, вот, Ёжик, да, сначала. То есть, потом подумает и говорит Ёжик. Ну, ей просто 6 лет только. Короче, буква Ё нужна. Пусть будет. Мы проголосовали. И что нам сказали? Ролан утверждает, что использование буквы Ё вполне оправдано и даже обязательно. Для большинства критиков начинают громко аплодировать и всячески его поддерживать. Ролан повышает продуктивность за умелое обращение с рискованной темой. Да, тема, правда, была рискованная. Что у него тут... Но давайте я, ребята, дам ему задание упорно работать и Нейтану заодно тоже. Вот, сколько они... До 17 работают. Ладно, тогда я еще до 17 поиграю. Просто мне интересно, а вдруг он, правда, получит повышение. Это тогда будет очень круто. Вот, он у нас упорно работает. Авось. Авось получится. У Нейтана, конечно, нет. А у Ролана все может быть. Так, календарик я открыла. Что? У нас уже зима? Да ну! Да ну! Нет, осень. Я, наверное, ребят, все-таки еще откачу нам осень. Пусть... Тем более Хэллоуин скоро. Ирис, пожалуйста, перестань. Я тебя прошу... Я тебя умоляю. Убери. Слишком громко. Уничтожи эту картину. У нас тут на продавито появились покупатели, но оно не работает. Я пытаюсь продать эти картины, они не продаются. Вот, пусть лучше она рисует что-то еще. Не знаю, баг какой-то. Я лучше эти картины пока покоплю. Пусть они побудут у нас в багаже, а потом... А потом, когда продавито заработает, мы их продадим. Так, слишком шумно. Давайте мы, наверное, закончим нашу вечериночку. Вот. Все-таки не хочется превращать ее в праздник, а тут начинают уже все потихонечку веселиться. Вот. И Изабелла опять хочет спать. Давайте ее отправим на горшок. Вот. На горшок и спать. Вот. А Дорис, наконец-то, может, когда все гости ушли, но не при маме. Давайте пусть они выйдут. Отправим их в спальню и пусть... Блин, тут Кристофер засел. Кристофер, тебе не кажется, что уже домой? Пора. Все разошлись. Ты вообще к Дугласу никакого отношения не имеешь. Хотя, конечно, ты имеешь отношение к бабке Лили. А бабка Лили это мама Дугласа. Но все равно это... Блин, он правда, он родственник же Дугласу. Но очень такой слабенький родственник. Но он его точно не это... Поминать не собирался, сидит тут. Давайте мы его попросим. Он задержался в гостях. Составить Сима уйти. Вот, а Дорис немножко отчитает Рея за то, что тот постоянно играет в компьютерные игры. Так, Дорис, вернись, пожалуйста. Ну, прям совсем ругаться они не будут. Но немножко можно на него накричать и сказать, что я вот спать хочу. Полночи стирала, ребенка укладывала. А он говорит, а я тоже устал. Я вот все, весь пятнами покрылся в компьютерные игры играл и очень сильно устал. Так, а он, кстати, выспался. Он даже умудрился выспаться. Рассердился. Рассердился. Так, ну, давайте тогда, Дорис, пусть приляжет, отдохнет. А Рей типа извинился. Давайте, может, извин... Дать пинка. Боже, у них отношения портятся. Извиниться хочу. Вот, он извинится и скажет, ладно, дорогая, я тогда пойду постираю. Стираю, чтобы ты не расстраивалась. В общем, он извинился и пойдет стирать. Как это сделать? Заниматься стиркой, да? Ой, собрать кучу белья. Пусть идет куча белья, собирает. Так, через час уже вернется Ролан. Я просто жду его и надеюсь на его повышение. Что Ксавьер делает? Ксавьер тут у нас сидит. Иди давай в туалет. Вот. Я хотела Ксавьер, чтобы у нас повышал немножко механику. Поэтому, если будет что-то сломанное, буду просить его чинить. Еще один шедевр нарисовала Ирис. Я его опять выставлю на Продавито. Ну, вот понимаете, ребят, я если... Давайте за 5 символонов на Продавито. Если я его продам за 3 тысячи, это, конечно, неплохо. Но на Продавито он будет 7,5 стоить. И это вообще несправедливо. Это вообще, ну, бак какой-то. То есть, мы как бы имеем право эти деньги получать, а нарисуют эти шедевры, а продать мы их не можем. То есть, я вам сейчас покажу даже. Вот те картинки, которые синие, вот предметы, которые синие, они уже, как бы на них есть покупатели. Их можно уже продавать. И есть действие продать. Но они не продаются. Просто ничего не происходит. Я нажимаю, но оно не продается. То, что розовое, оно еще не нашелся покупатель на него. Вот эта картина за 7 тысяч, которую только что она нарисовала. Но я думаю, что когда найдется покупатель, мы тоже ее продать не сможем. Так что пусть они лежат у меня в багаже. А когда это все дело исправится, то мы сразу их продадим. Эти картины, я думаю, что тогда мы сразу же и оплатим кредит. Потому что денег уже много. Так, ну, в туалет только заодно сходи. Нам нужна, знаете, что еще? Тоже на стриме напомните мне потом, что это у нас... А, это зарплату, братья, да, принесли? Блин, нет повышения. По тысяче 7 миллионов заработали. Ну, ничего, уже зато у нас... Сколько там? 41 тысяча. И в следующий раз урол он уже должен получить повышение. А Нейтан... Нейтан не должен, но, может быть, до конца жизни еще получит. Нам нужно купить полочку с лекарствами. Потому что вот Ирис сейчас ходит вся в пятнах. Можно было бы лекарства выпить. Вот так. Так, а папа у нас тут даже пункт получил за воспитание. Видите, исправляется, старается помогать жене. Правда, сердит и все равно. Ну, все, ребята, тогда всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока-пока-пока. Так, а Ирис на работу у нас идет. Все, всем пока.